Братья Сидин стали легендами Ванкувера и вообще всего шведского хоккея. Но как только они появились на радарах руководителей клубов Анхел, встала очень сложная задача. А можно ли забрать себе в команду сразу обоих? Никто не рассматривал эту идею всерьез, ведь для этого нужно было отдать свой пик в топ-5 драфта. А кто в здравом уме пойдет на это? Но генеральный манеджер Ванкувера Брайан Бург видел цель и не видел преград. Он стал автором самой крутой преддрафтовой работы в истории Анхел. Как? Сейчас расскажем. Ну а теперь усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Драфт 1999 года был невероятно слабым и унылым. Таким он казался тогда, таким же и остался по истечении многих лет. Главным лотом считался чешский центр Патрик Штефан, а следом за ним шли два брата-близнеца из Швеции. Хенрик и Даниэль Сидин уже тогда были техничными мастерами, чье взаимодействие друг с другом ставило в тупик любую оборону соперника. Поскольку за один выбор забрать двоих игроков нельзя, все в лиге понимали, что братьев разъединят, и они будут выступать за разные команды. Генеральный манеджер Брайан Бург сначала не очень впечатлился, узнав от своего европейского скаута, что в Швеции подрастают два рыжих бриллианта. Но увидев, что братья на общих основаниях попали в состав взрослой сборной своей страны на чемпионат мира, решил своими глазами посмотреть, как им это удалось. Сидины очень впечатлили Бурга, особенно своим взаимодействием и работой с шайбой. Он решил во что бы то ни стало взять их обоих, поскольку справедливо рассудил, что по отдельности их эффективность может резко упасть. Проблема была очевидна, у Канакс был только третий выбор на драфте 1999 года. А поскольку пул хоккеистов, выставивших свои кандидатуры, был очень жиденьким, вероятность того, что оба шведа вообще не доедут до Ванкувера, была высока. Ну, либо пришлось бы довольствоваться только одним, надо было подниматься выше. Диспозиция такая, сохраняем свой третий пик, получаем первый или второй и убеждаемся, что команда, которая будет выбирать выше, выберет Штефана. Звучит отвратительно, ведь добровольно отдавать первый или второй выбор на драфте будет только сумасшедший. Пусть даже и за солидную компенсацию. И тут Бург придумал шикарную схему, включил все свои управленческие таланты и начал работу. Первая на том драфте должна была выбирать Тампа. Следом шла Атланта, потом Ванкувер, а затем Чикаго и Айлендерс. Руководство Лайтнинг не собиралось выбирать Штефана, сильно насторожившись, когда агент Чеха отказался предоставить медицинскую карту своего клиента. Они посматривали в сторону Хенрика, однако годом ранее Тампа забрала под первым номером Винни Ликаварье. И, учитывая скудный выбор на этом драфте, генеральный менеджер команды Риг Дадли, оказывается, был готов к разным предложениям. А один сумасшедший нашелся, наверняка подумал Бург. Лайтнинг вели переговоры с Рейнджерс по поводу целого набора игроков. Нью-Йорксы аж кушать не могли, так сильно хотели забрать на драфте Павла Брендла, который котировался четвертым. Бург это дело узнал и вышел с предложением к руководству Чикаго, которые как раз выбирали четвертыми. Генеральный менеджер Ванкувера отдал Blackhawks очень дорогой лот, одного из лидеров команды, защитника Брайана Макнеба, находившегося в самом расцвете сил, а также два выбора первого раунда на драфтах 2000 и 2001 годов. Взамен он получил тот самый четвертый пик и никому об этом не сказал, чтобы его намерения не вскрылись раньше положенного. Диспозиция поменялась. Первыми выбирала Тампа, вторая Атланта, а третьим и четвертым Ванкувер. НХЛ официально одобрила сделку Ванкувера с Чикаго, и на следующий день Бург пошел к генеральному менеджеру Атланты Дону Уодлу и развел его на следующие условия. Бург отдает ему первый пик с условием, что тот обязательно заберет Штефана, и Уодл согласился. Вот вам и второй сумасшедший, которого не смутили никакие звоночки, которые очень громко звенели вокруг кандидатуры Патрика Штефана уже тогда. Дело за малым, добыть первый пик у Тампы и отдать его Атланте. Бург пришел к Лайтник на поклон с четвертым пиком, который те могли отдать в Рейнджерс на тот мешок с игроками, который Тампа хотела получить от нью-йоркцев. При этом Бург сказал, что без обоих братьев Сидину он с этого драфта не уедет, а также рассказал о договоренностях с менеджерами Атланты. Все было, разумеется, на словах, но когда солидные мужчины в дорогих костюмах договариваются, слово надо держать. И что бы вы думали, генеральный менеджер Тампы Дадли согласился. Он отдал свой первый пик Ванкуверу, получил взамен четвертый, который тут же спихнул в Рейнджерс, и получил за это Николаса Сунстрима, Дэна Клатье и пики первого и третьего раунда драфта 2000 года. Вот так Тампа, которая должна была выбирать первой, вообще вылетела по собственному желанию из первой десятки драфта. Они вообще свой первый выбор сделали аж на 47-м игроке, совершив еще пару обменов. Вы сейчас себе можете такое представить? После этого трейда Ванкувер выбирал первым, затем Атланта, затем опять Ванкувер, а потом внезапно Рейнджерс. И дальше вступили в дело те самые договоренности Бурка и Уодла. Первый пик ушел в Атланту, которая забрала Патрика Штефана, чьих, к сожалению, так и не избавился от проблем со здоровьем, да и вообще не тянул уровень Анхайл. А Райан Бурк под вторым номером формально выбрал Даниэля, а под третьим Хенрика, и таким образом нашел для команды лидеров и легенд на долгие годы вперед. Шведы тяжело привыкали к Анхайл, их считали мягкими и бесхарактерными, но затем они взяли свое интеллектом, техникой и высочайшим IQ. Да, им не удалось выиграть с командой Кубок Стэнли, но как минимум один шанс на это у них был. В любом случае, Даниэль и Хенрик Сидин уже навсегда писали свое имя в историю Ванкувера, а Райан Бурк проделал эталонную работу перед драфтом, которую можно включать в любые учебники для управленцев того или иного уровня. Кажется, ни до, ни после этого случая ни один генеральный менеджер клуба Анхайл так ярко и эффективно не добивался столь впечатляющего результата на столь трудном участке работы. На этом все. Пишите в комментариях, что, по вашему мнению, могло случиться с братьями Сидин. Выбери их другие команды. А если вам понравилось это видео, ставьте свой многоходовочный хоккейный лайк, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про телеграмму. С вами была команда Fox Hockey. До новых встреч! Пока!